МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите у этого выпуском. Только безопасная вытворчасть может быть эффективной. Захованию працовного законодавства и профилактици травматизму просвятили суместное посяджение профсоюзного активу и коллегии прокуратуры в области. Працевникам везки юбилейные медали 100-х годов органам державного кирования сельской господаркой и харчеванием Беларуси отримались у працовники агропромыслового комплексу. Самое романтичное свято. По День Святого Валентина у Гомеля провели 35 весельных церемоний. А зараз об этом иншим больше подробязно. Сегодня у Гомеля прошло первое суместное посяджение президиума Совета областного объединения профсоюзов и коллегии прокуратуры Гомельской области. Его удельники обмерковали пытание выполнения потребования операционного законодавства и профилактики вытворчего травматизма. Загученная информация и сделанными выводами ознайомился Олег Синсерову. Некде дичина то, что зараз за порушение потребования операционного законодавства продолжена достаточно строгая отказность. Некоторые наймаленькие их у парта игноруют. Некто из кировников предприемств не ожидает створать беспечные умы в праце. Некто выплачивают зарплату и отпускные несколько часов и неполным померы. Официально после проведенных проверок ликвидуется около 90% выявленных порушений, а не в профсоюзах погаджаются. В этом плане оказывается взаимовыгодным. Выявляются те нарушения, которые воздействуют прокуратуру и может и в праве более действенны, чем профсоюзы. И нам идет это в помощь. Главное, чтобы был достигнут результат. Либо же с нашей стороны у нас есть специалисты по охране труда. Мы оказываем определенную помощь консультативную прокуратуре. В дальнейшей их работе тоже является очень важной. Когда термины выплаты зарплаты можно скорректировать, то наступство, когда люди гинут и отримуют тяжкие травмы на вытворчестве, выправить уже нельга. Проведенный анализ свечет. Наверное, когда трагедия отбывается по вине самого работника, ее завсюду можно было продухелить. Только летать, в вынику с дарением на предприемствах, инвалидами на Гомельщине стали 83 человеки. Это, наверное, на 10% больше, чем было годом ранее. Гомельская городская больница худкой медицинской допомоги. Минавица сюда тропляет значительно количество тех, кто отримал травмы на вытворчестве. На жаль, статистика минулого года оптимизма не выкликая, как и сказать, в целом по области. 22 закинувшие с образ 19-ти в 2017-м. Причем практически каждая четвертый из них находится в стане алкогольного опьянения. На врате этого не бачили непосредственно керуньки потерпелых, а ли никаких мер не приняли. По выниках проверок, проведенных прокуратурой, у одной сенагда службовых особ, которые не створили беспечные умовы працы, узбуджено 15 криминальных справ, 5 за каких передадены у суды. И хоть притягиваются до отказности керуньки не только за невыконание своих непосредственных обовязков, факты коррупции сирот их так самого являются. И у нас сегодня, к сожалению, отмечен случай, когда один из руководителей водоканала в области брал взятки за то, что люди приходили устраиваться к нему на рядовые должности слесарей. И таких 4 эпизода, я считаю, это тоже возмутительный факт. И, конечно же, такой руководитель не должен принимать людей на работу и не должен руководить таким предприятием. О областном объединении профсоюзу и прокуратуры Гомельской области кажут, что мают намер притягивать сопротивление, причем по разных накерунках. На 28 лютого запланованы совместный прием грамадян, який пройдет во всех районах. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Завтра у Минску пройдет урочистый сход, присвеченный 100 годзю Министерства посельской господарции и харчаванни. В дело им примутся около 40 представников Гомельской области, которые ознагароджены юбилейными медалями 100 годзю органам державного кирования, сельской господаркой и харчаваннием Беларуси. В среду первых их отримали представники АПК Гомельского района. Урочистую церемонию наведали наши корреспонденты. Коммунальная сельская господарция, унитарное предприемство «Брыльёва» – одно из наистарейших в Украине. И оно было створено в Снежне 1921 года. Сюня гэта сучасная шматпрофильная господарка, яка специализуется на вырошывании агароднины, выпуску консервованной продукции и вытворчасти молока. Такая рознанакерованность дозволяя Брыльёва упыльнена отшувать себе на сучасном рынку. Узнагароджывание одразу двух проставников господарки – яша одно официйное признание великого укладу предприемства у экономику региона. Юбилейные медали отримливают директор Брыльёва, герой сазиалистичной працы Аркадь Кобрусев и начальник цеха поживёлага доли Вячеслав Струк. После закончения у расисты церемонии он каже журналистам, что оценивая работу Галины як достойную. Долгие годы находимся на лидирующих позициях в районе, в области и в республике. Вот за прошлый год входим в 15 лучших хозяйств. Производим молоко 100% сорта «Экстра». Соблюдается технология. Соответственно, результат достойный. Сегодня агропромысловый комплекс – одна из наиважнейших сфер деянности человека. От ее успеха залежит не только добробыт нации, а и у значной ступени стабильность в громадстве. Оператор механизованной фермы агрокомбината «Паудневый» Татьяна Стрыжак у сельской господарцы больше 20 лет. И весь этот час працуя на одном месте. Кажет, что своей працей гонорится. По вселяким выпадку, махчимость переезда в Гомель навык не разглядая. А что в деревне купило? В деревне все хорошее. И надо только человеческое, деревенское тоже уважать и любить. Потому что мы выросли на этой земле. Она нас помнит земля. Таунхаусы, индивидуальная забудова, арендное и социальное жилье. Все лето в Гомельской области плануют побудовать 475 тысяч квадратных метров. Об самых цикавых и запотребованных насельницам будовничьих расшениях разважались сегодня у Мазыры на выездной коллегии Комитета по архитектуре и будовничестве Аблова-Канкама. Марина Джалая с подробностями. За моей спиной первые у Мазыры таунхаусы. Их тут будет 10. Кожны с гаражом и террасой. Метраж унушальный. Амаль 200 квадратных метров. Не выключено, что Мазырский дом и будовничий комбинат займятся взведением таких комплексов не только в своем городе, но и по всей Беларуси. Кожен квадратного метра тут будет выше, чем в панельных шмат поверхностях. И все же это больше та, над чем будовать приватный, обособленный коттедж. Бо у таунхаусов, огольные фундаменты, боковые стены. У Жахара у Мазыра новая забудова выкликает великую цикавость. Плануется, что на початку осени домы будут готовы до продажи. И это, до речи, коммерческий комплекс. А на заволку Бакунина в Гомеле побудуют подобное для тех, кто имеет потребу в поляпшении жильевых умов. А кроме того, Мазырские ДБК ориентуются на будовательство энергоэффективных домов. Вот это невеликий фрагмент стены. По имам зрозумело, как выглядит конструкция внутри. По такой технологии тут будуют уже амаль 10 лет. Конструкция имеет два слоя тяжелого бетона внутренний, он несущий, толщиной 90 мм, утеплитель 180 мм и защитно-декоративный слой наружный, который состоит из тяжелого бетона С20-25, 80 мм. И здесь наглядно видно, как устроена конструкция связи раскосы и подкосы. Вот на этой арматуре и держатся два наших слоя. Потом идет пустя герметизации, вот они. И как устроен стык, чтобы не было ни затеканий, ни продуваний и других проблем при эксплуатации жилого дома. За минулый год Мазырский дом обудовничший увел эксплуатацию около 14 тысяч квадратных метров жилья. Это прикладно на 20 тысяч больше, чем и в 2017-м. Но Мазырский ДБК работает не только в разных регионах Беларуси. Целый белорусский квартал худко заявится в Курску. Это 10 высоток по 100 квадратов каждое. У дельничного ДБК и аналогичного обудовничества в Калузе. Что до кошта на квадратный метр с держподтрымкой, то летость он был самым низким не только в Гомельской области, а и в Украине. А кроме того, на базе ДБК есть властная вытворчность школопакетов. В кончатковом вынике это так же впливает на снижение кошта квадратного метра. В планах – будовать квартиры студии по 25 квадратных метров. Такое жилье будет сучасным, запотребованным, например, у студентов, и примальным по коште. А в том, что нужно будовать, уличивающие интересы всех категорий населения, а разважали и на коллегии. Населением вызван повышенный интерес к индивидуальному жилищному строительству. Все хотят жить на земле, на свежем воздухе, где можно безопасно отправить детей во двор. И, соответственно, это комфортные условия проживания. Для тех, кто имеет потребу полепшения жильевых умов, все лето побудуют 170 тысяч квадратных метров. С их практически 150 тысяч с держподтрымкой. Для шматцветных семей до конца года треба побудовать больше 1700 жилых помешканий. А кроме того, в регионе сформировано больше 17 тысяч замельных участков для индивидуального будовництва. Для развития такой забудовы домобудовничшие комбинаты в области выпускают комплекты железобетонных вырубов без фундаменту. Пришим пропонуют 10 вариантов планировки – от 83 до 150 квадратных метров, чтобы каждый мог у вас быть в жизни, мару – в своем доме. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Завтра на Гомельщине пройдут урочистости, присвяченные Дню памяти воинов-интернационалистов. Увогуле мероприемства, примиркованные до 30-й годовинный вывод у советских войсков из Афганистана, распочались еще на минулом тыдне. У областного музея военной славы открылась выстава. Прошли приемы воинов-интернационалистов в администрациях и в экономических комитетах. Отбылся сустречи и выступления в школах. А прочатахо все это социальные службы провели обследование умов проживания инвалидов Афганской войны и семьев загинувших заказанием необходной допомоги. Что тычется завтрашних мероприемств, то и они почнутся с проведения поминальной акции «Запали свечку памяти». В 11 часов в соборе Петра и Павла и в Мозырском кафедральном соборе Михайловском будет зажжена свеча памяти. Это у нас традиционно. Ежегодно мы зажигаем свечу памяти совместно с работниками, священнослужителями. Затем в Иверской церкви в городе Гомель пройдет панихида в 12 часов. В 13.30 мы собираемся возле нашего памятника, где пройдет митинг. После митинга в городском центре культуры пройдет концерт. Далее, сегодня ветеранов войны в Афганистане ушановывали на предприемстве «Гомель Энерга». На встречу запросили воинов-интернационалистов, которые работают, которые работали на предприемстве. Словы подяки и пожадания гучали от керавництва «Гомель Энерга» военкоматам, а также областной организации ветеранов войны в Афганистане. Каждому из воинов-интернационалистов уручили юбилейную медаль 30-го вывода советских войск из Афганистана и покуль, что эксклюзив – книгу «Афганский альбом» «Гомельчани на далекой войне». Гэта выдань не только сёння ранится, забрали с типографии. Помнится, важно оно тем, что многие вернулись домой и кончилась эта война. Сохранены жизни многие. Приятная встреча. Встречаемся мы, можно сказать, часто, раз в год, а может быть и чаще. По работе тоже встречаемся с многими работой. Это хорошо. Эта традиция должна поддерживаться всегда. Пока есть азарт, здоровье позволяет этого. Школа новых макшимостей для детей войны. Сегодня у Гомеля прошел адукационный семинар по финансовой письменности для пожилых людей. Его организовали областный палац творчести детей и молодей и дирекции одного с банков. У дельники семинара была и неполнолетняя вязня канцлагеров и жихары региона, которые народились до 9 мая 1945 года. Их чекали два уроки, перепынок и практичных заняток. Пожилым людям рассказывали про золотые правила, сбережения, показали, как работать с инфокийском и оплачивать коммунальные платежи с их допомогой. Кожному презентовали допоможник про то, как завести пенсийную картку. Подобный семинар – это не только навучение пожилых людей, а и демонстрация социальной отказности бизнесу, поврошение проблем разных социальных групп. Во все времена в нашем обществе актуальна проблема этого межпоколенческого диалога, недостатка или отставание людей, более взрослых, более пожилых, в получении актуальных современных знаний. И вот одна из тем, это финансовая грамотность, это одна из тем, которая достаточно востребована среди целевой группы, пользование мобильными сервисами, пользование интернет-банком, инфокиосками. Эта тема очень актуальна. Безусловно, мы очень большое внимание уделяем гражданам категории пенсионного возраста, потому что это граждане, которые имеют меньше навыки в сфере IT-технологий. И наши сервисы ежегодно, они совершенствуются и упрощаются интерфейсами, для того, чтобы можно было удобно пользоваться нашими услугами. И, безусловно, наши специалисты сегодня работают не только на площадке банка, мы проводим выездные обучающие мероприятия, это и социальные учреждения, это и школы, и детские сады. Одным из элементов сустречи так само стала суместная работа с волонтерами проекта «Живая совесть поколения» в рамках гуманитарной программы «Место сустречи – диалог». Сегодня означается самое романтичное свято – День Святого Валентина. Кожный мкнется зарабить для своей другой половинки нечто особливое. Многие мары тьминовита у гэты день заключить шлюп. У гумели сегодня гэта зарабили 35 закаханных пар. Самая великая колькость жадающих поставить штампу пашпорте все лето у отдела ЗАГС администрации Советского района – 15 пар. У ЗАГСе Гомельского гарвы Канкама провели 9 регистраций. Сяроджадающих звязать себе вузами шлюб у минавито в День Святого Валентина – Олег и Татьяна. Яны познайомились на работе, и прозгод службовый роман привел их у ЗАГС. Именно в этот день. Мы хотели, чтобы у нас все было красиво, романтично. То есть на 14-й железно хотели? Да, да, да. За три месяца очередь заняли. Вогуле зараз до питания жанить бы молодые люди стали подходить больше отказно. Середний взросл молодых – 27-29 годов. У картины галереи Гаурейла Вашченки стартует новый выставочный проект «Я Мастак, я так бачу». С 18-го лютого по 31-го соковика жахары Гомельской области могут представить уласную творчую работу в зале галереи. Обмежевания до техники выполнения не мага. Это может быть картина, инсталляция, скульптура, графика, габелин або аутерская лялька. Потребования до взрослых делников и взрослых мастерства организаторы так само не ставят. От одного аутра принимают не больше, как три работы. Подробности проекта на сайте галереи и по номеру телефона 33-79-42. Креативное развитание зимой. У жлобини зляпили 9-метрового снеговика. Яганта выклали специальными цаглинами. Их робили, утрамбовываючи снег у пластиковые скрыни. На створение скульптуры у мясовых энтузиастов сошло 10 дней. Виды опроведенной працы, вядомаш, разместили на ютубе. Областный рыболовный фестиваль запланованный на суботу 16-го лютого. Прынятию делу в этом свете рыбалки запрашаются усе жадающие. Место проведения в озеро Лявонтьевское в Добрушском районе. Як поведомили организаторы, областная организация Белорусского товариства поляуничих и рыболовов, лед на этом водоеме ящет рывалы. Умение ловить рыбу зимовой водой на мормышку будет оценено призами. Початок регистрации в 9-1-30 хвилин. Заявки оформляются на месте проведения типа номера телефона, яке вы зараз бачите на своих экранах. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. На гэтым выпуск завершенный. Дякую вам за увагу и до новых сустречу эфиры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о сокрытии полежа почти полутысячного поголовья скота на реческом сельхозпредприятии. В служебном подлоге обвиняется бывший руководитель КСУП обороны страны. По материалам дела, которые предоставил ОБ Преческого РОВД, преступные действия управление совершал с февраля 2017 по ноябрь 2018 года. Бывший руководитель подозревается в том, что давал указания своим подчиненным занижать количество падежа крупного рогатого скота в ежемесячном отчете по животноводству. Недостоверные сведения в итоге вносились в государственную статистическую отчетность, что повлекло ее искажение. Предварительно установлено, что на предприятии был скрыт падеж не менее чем 497 голов скота. Расследование уголовного дела продолжается. Для предупреждения аналогичных преступлений Управление Следственного комитета области направило в адрес Гомельского облсполкома и райсполкомов информационные письма о необходимости исключения фактов искажения государственной статы отчетности на сельхозпредприятиях региона. В Калинковичском районе на пожаре погиб мужчина. Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Капличи поступило сегодня около 4 утра. По прибытии пожарных месту вызова открытым пламенем горел деревянный дом и уже обрушилась кровля. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в комнате было обнаружено сильно обгоревшее тело предположительно хозяина дома. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации печи. Проверку проводит следственная оперативная группа. Почти 4,5 тонны металлолома без документов. Сотрудники госавтоинспекции совместно со специалистами отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали автомобиль с нелегальным грузом на дороге Гомель-Ветка. За рулем МАЗа находился мужчина 1990 года рождения. В кузове 4 тонны 446 килограммов лома черного металла. Сопроводительных документов не оказалось. На владельца металлического сырья составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере до 100 базовых величин. Легкую по весу, но более опасную массу обнаружили мозырские спасатели в заброшенной котельной. Жидкость стального цвета в колбах газоанализаторов обнаружили рабочие во время очистки территории. В измерительных приборах содержались емкости с артутью около 200 грамм. Ни одна из колб не была повреждена и опасная жидкость не разлилась. Спасатели изъяли приборы для дальнейшей утилизации. А в Гомеле вновь ДТП с пешеходом. Сбили 77-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Происшествие произошло на выезде с парковки рынка Новобелецкий. 27-летняя девушка, управляя автомобилем Audi A4, не заметила при повороте женщину и совершила наезд. Девушка, двигаясь по парковочной стоянке рынка Новобелецкий, выезжая с него, при осуществлении поворота направо, совершила наезд на женщину-пешехода с 41-го года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. При этом в непосредственной близности находился пешеходный переход, который регулируется светофорным объектом. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в БСМП города Гомеля. После оказания медицинской помощи, женщина была отпущена домой. Такого взор происшествий за сегодня. Следите за ними вместе с программой «Де-факто». До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. 2-1 в пользу Гомеля состоялся очередной эпизод главного противостояния белорусского женского гандбола. Но упразднение стадии плей-офф, несомненно, добавило градусов соперничества лидеров. Теперь каждый матч между Гомелем и БНТУ «Белас» – это настоящий бой. Права на ошибку нет. Любая потеря очков может стоить чемпионского звания. Третий в нынешнем чемпионате поединок между дружинами Тома Жачатера и Константина Шароварова не разочаровал. Главные разборки соперники отложили на вторую половину игры. Равный первый тайм завершился с закономерными цифрами на табло. 12-12. А вот после перерыва рисунок игры был другим. В атаке быстрые ноги гомельчанок оказались эффективнее фактуры минчанок. Созданный БНТУ на старте тайма «Отрыв» Гомель сначала ликвидировал, а после и сам повел в счете. Сохранить преимущество до финальной сирены помогли уверенные действия в защите и сейвы галкипера. 24-21 Гомель побеждает и выходит на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. А вот у мужской команды Гомеля все не так радужно. Серьезно омолодившаяся дружина Сергея Цыганкова никак не может найти свою игру. Наверное, главное, чего пока не хватает гомельчанам, это опыт и стабильность. Удачные поединки чередуются с провальными. Один из таких провалов пришелся на домашний матч против Гродненского Кронана. Хозяева уступили сопернику по пять мячей в каждом из таймов, что вылилось в разгромные 25-35. Одна игра получается вроде бы неплохо. Против того же Бреста игры вроде бы были неплохие. Выходим здесь на поляну и делаем свои ошибки. И на этом получаем в свои ворота мячи. Очень много мячей в этом сезоне получаем на своих ошибках. Поэтому тяжело что-то сказать по игре, когда команда делает много ошибок. В турнирной таблице Гомель занимает пятую строку. В полпреды Гомельской области высшие лиги чемпионата Беларуси по футболу провели товарищеские матчи. Мозырская славя в Пинске встречалась с Ислачью. Для Полюшуков этот поединок сложился крайне неудачно. Команда из столичного региона пять раз поразила ворота соперника. Отквитать хотя бы один мяч мазырианам так и не удалось. 16 февраля славя отправится в гости к футбольному клубу «Минск». Было голевое изобилие и в поединке между Гомелем и дублем Борисовского ботэ. На поле стадиона имени Прокопенко в Бобруйске также забивала только одна команда. Уже к шестой минуте «Зелено-белые» вели 2-0. Отличились Евгений Смирнов и Виталий Квашук. В середине второго тайма Алексей Тислюк сделал счет 3-0, а точку в матче поставил Антон Шрамченко. 4-0 победа Гомеля. В субботу, 16 февраля, «Зелено-белые» встретятся с жидковическим ЮАСом. Игра пройдет на стадионе с дешор номер 8 города Гомеля начало в 15.00. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь 4.